Доброе утро, друзья! Не побоюсь этого слова, мои хорошие знакомые, это парни, они, наверное, властители ночи, как короли танцпов. В общем, диджей, диджей, здравствуйте, здравствуйте, парень. Привет, привет. Привет, привет, привет. Сразу растерялись, растерялись. Слушайте, ну вот, мы только сегодня о вас, только о вас, но по традиции, по традиции у нас. В Новом Утре гости у нас немножечко играют с нами. Выбирайте, кто из вас, или вы будете против друг друга играть? Давайте Виталий. Почему Виталий? Он старше. Тебя уважать, или ты по весовой категории? Играем с тобой с одном, не будешь выпендриваться. А играй против Виталия. Виталий, садись сюда, садись, садись. Я все расскажу, смотрите. Все легко и просто. Вроде бы, все легко и просто. Ваша задача? Вот этот фломастер положить. Вот так. И поймать. Как только вы поймали его, вы кладете все вместе, их три, и должны поймать. Кто быстрее это сделал, все-все-все-все-все закинул, тот и выигрывает. А проигравший исполняет желание. Желание мы придумаем прямо здесь. Играешь? Ну, поехали. Виталий, ты готов? Итак, внимание. Ты куда уже приготовился? Поставь. Ladies and gentlemen, диджей Виталий Смайл против диджея Сибель. Я правильно произносил? Да. Итак, внимание. Три, два, один, поехали. Подкидываем. Ой, Виталий, а ну, я понимаю возраст. Смотри-ка, как идет, да? Смотри-ка, как идет. Все, бери, все. Е-е-е. Все, желание? Давай-ка я за нас ему отвечу. Давай. Ты он совсем уже, это молодое поколение. Молодость все простит. Если я проигрую, Виталий исполняет желание. Ладно, и мы с Виталией исполняем желание. Мое желание. Да, если ты проигрываешь, то мы тебя накажем. На счет, считай, Виталий. Так, три, два, один, поехали. Ну, а что тут, а? Выпендривается. Туком. Не-не-не. Этот бросок я посвящаю своей любимой жене. Это мое? Ой, господи, улетел. Да, мое. Не-не-не. Ну, что ж. Желание, мы с тобой за кадром поговорим. Я поздравляю тебя. Спасибо. Хоть где-то ты выиграл нас. Спасибо. Ну, а вы, дорогие друзья, не переключайтесь. Какое желание будем исполнять, вы узнаете после небольшой рубрики. Всем привет. В эфире рубрика «Погода». Сегодня 22 декабря, четверг. Сегодня день будет относительно солнечный. Сейчас за окном минус 23, средняя скорость ветра – 1 метр в секунду. К обеду воздух прогреется до минус 13 градусов. Снежные осадки – 1 миллиметр. Ну, а как оставаться стильными в любую погоду, расскажет стилист-психолог Надежда Семенова. Всем привет. Сегодня четверг, и мы познакомимся с типажом «Драматик». Самый видный типаж – высокие, статные, величественные королевы. Рост «Драматиков» от 170 и выше. Соответственно, и масштабность типажа большая. Если говорить о линиях, то это ярко выраженный угол, который заметен издалека. Самые яркие представительницы данного типажа – это все подиумные модели. Например, Белла Хадид. Рекомендации для данного типажа – это вертикаль цвета, широкие плечи и зауженный длинный низ. Гладкие, блестящие, жесткие ткани, яркие цвета, активные угловатые аксессуары. Кстати, я тоже отношусь к «Драматикам». Я вам желаю хорошего дня. Пока-пока. Ну что же, новое утро продолжается. Я уверен, вы уже заварили себе кофе и приготовили завтрак. Дело осталось за малым – поднять себе настроение, прямо как у нас в студии. А за это сегодня отвечают наши гости Виталий Андреев и Саддном Сарьев. Коротко я могу их даже писать диджей Виталий Смайл и диджей Стриме. Ну что же, парни, мы уже начали утро с музыкой, да? Виталий уже в кураж входит, смотри, а? Пока Виталий, знаешь, немножечко погружает наши зрители и атмосферы, с одной я с тобой буду разговаривать, хорошо? Ну все-таки, расскажи, почему именно ты выбрал вот эту профессию? Это долгая история, на самом деле. Прям все рассказывать. Ну просто, с чего ты начал? Я начал с КВНа. Как ты пришел в профессию? Ты просто ставил… Я был звукоператором в КВНе, включал отбивки, вот и так эволюционировал. Так эволюционировал диджея, включая, включая что-то. Виталий, а ты вообще с чего начал? Ну, музыку я полюбил еще… Это мне было в детстве, не знаю, в 12-м, где-то. Что значит «полюбил»? Может, классическую музыку полюбил? Ну, нет. Мне родители подарили плеер, который такой здоровый. А, с кассетой? Нет, не с кассетой, а с дисками. Ты помнишь? Тогда еще не формат MP3 у меня был. Да-да-да, я помню, с дисками ходили. Да, с таким наушниками большие. И тогда у меня диск был с группой «Озон». Это до сих пор моя любимая группа. Уру, да, эфи. Да, да, все, я… И вот ты с того момента понял, все, я буду скрочить вот эту дискетку. Ну, да. Потом у нас появился музыкальный центр, что-то пытался с микрофоном, там, какие-то фишки делать. И записывал что-то на кассету. Ну, вот такой. На пряночную кассету? Да. Там запись была такая. Смотри, да, какой у него у Пути самурая. А у тебя, у кого я заказал, вспомнил, получается. А ты, нет, все-таки он твой учитель или нет? Или ты самоучка? Ну, по большому счету, я самоучка, но… Смотри, да, как заговорил. Ну, Виталию я очень многим обязан, да. Он дал опыт, который он мне, да, свой передал. Не, ну, парни, ну, скажите, тяжело вообще быть диджаем? Ну, в Лануде, да. Не, ну, мы, конечно, не собираем там стадионы, да, там, не делаем больших фестивалей. Ну, или, ну, можно об этом чуть позже. Но тяжело или нет? Ну, да, в принципе, нет. Как бы, если хочешь быть диджеем, главное, желание, чтобы было так. А время всегда найдется. Да. Ну, а ты как считаешь? Душа, чтобы лежала, вот. К чему душа? К диджен, ну, как, не обязательно диджен, вообще, к любому роду деятельности должна лежать душа, и тогда у тебя все получится. Слушай, ну, подожди, ну, я не спорю. Или тебя интересует именно профессия, да? Да, у меня интересует профессия диджей, потому что, ну, мы понимаем, что мы находимся не в самом крупном городе, а в одном из самых прекрасных, но не в самом крупном, где, ну, диджейн, он как будто бы только включи мне вот это, включи мне то, и это только зритель, нет? Слушайте. Ну, как сказать, ну, есть такое, да, условно то, что это очень недооцененная профессия. То есть диджей, вот, они вот не выходят, грубо говоря, из ночных клубов, да, а вот, ну, большие мероприятия, фестивали, все-таки они существуют здесь? В России? В Лан-Удэ, например. В Лан-Удэ, да. В Лан-Удэ, на данный момент я, к сожалению, не вижу этого, потому что у нас все-таки народ, коммерческий, ну, любят всякую совцу. Ну, то есть зачем мне солнце, там, какие-то садива. А вот клубная сама вот музыка, но все-таки больше на Западе, вот, и хатируется. А вот какая вот, что это за клубная музыка, вот, расскажите мне? Не, мне не нужно вот прямо по полочкам, знаете, вот выставлять вот это вот, к этому принадлежать, к этому. Может, ты ее покажешь, по-моему, пока? Или вот она на фоне играет? Она уже на фоне играет, да. И, наверное, электронная музыка, скорее всего. Немногие понимают, да? Ну, это сейчас такое поколение идет, которое входит в наши заведения, в городах. Ну, слушайте, немного больше о музыке, может быть, даже и научат меня, как правильную диджейнгу, но только после небольшой рубрики. Здравствуйте, на связи Татьяна Бадоева. Обучила более 16 тысяч учеников по всему миру. И вашему вниманию прогноз на четверг, 22 декабря. Это время проявить смелость, упорство и трудоголизм. Сегодня придерживайтесь жесткого распорядка дня, который вы сами себе наметили. У вас появятся силы и мотивы сделать все то, что вы обычно откладывали из-за отсутствия интереса. Впрочем, многое вам сделать просто необходимо. Так что лучше сегодня, чем когда-нибудь потом. Все ваши усилия окупятся в будущем. Со второй половинкой стройте планы на будущее. Обсудите ваш бюджет, и может стоить убрать какие-то ненужные пункты. Тратьте деньги разумно, если вообще нужно их тратить сегодня. Будьте бережливы в этот день. Если у вас есть вредные привычки, если ваш образ жизни далек от идеала, не откладывайте исправление всего этого на пресловутый очередной понедельник или на следующее первое число. Пусть уже сегодняшний день станет стартом, с которого вы начнете относиться к себе по-новому, бережнее к своему организму. Избавьтесь от того, что занимает часть вашей жизни, но не имеет созидательного содержания. К примеру, вы привыкли начинать утро с чашки крепкого кофе, но уверены ли вы, что не причиняете этим вреда своему организму? И что для вас это привычка? Наверное, вам кажется, что так вы сдаете для себя определенный настрой на день. Что размеренно выпитая утром чашка кофе – это некий ритуал продуктивного дня. Просто подумайте, а нельзя ли программировать себя иными способами, которые были бы не только приятны, но еще и полезны. Настройка на день. Сегодня я отказываюсь от своих старых привычек и принимаю новые. С вами была Татьяна Бодоева. До завтра. Не знаю, как ваше утро, но мое начинается с танцев и с хорошей музыки. Благодаря нашим гостям, диджею Виталию Смайл и диджею Стримею. И вообще, да, немножечко как-то странновато, что работники ночи, если можно так вас назвать, пришли сегодня к нам в утро. Выспались хотя бы? Ну, так. Говоря, нет вообще. Тяжело, да, по утрам? Тяжело, да. Как вы это вообще делаете? Я не знаю. Как вы по ночам работаете, я не знаю. У нас разные полярности. Ну, слушайте, ну, пока за аппаратами, так сказал бы. Ну, расскажи, расскажи немножечко про него. Что вот это, что ты трогаешь сейчас? В общем, что собой представляет данный аппарат, да? Это, получается, две деки. Это штуки, где у нас играют... Что, деки? Да, это называется деки. Как? Ви деки? Ну, джоги. Джоги. Вот, вот эта вот штучка джог называется. А для чего? Для того, чтобы управлять треком в режиме реального времени. А вот подводить скорость? Это... То есть она не нужна для вот этого такого... Нет. Есть такое понятие скрейч. Сейчас я даже могу пример. Давай, давай. Я думал, только для этого она существует, нет? Ну, по идее это да. А потом уже... Скорость, да? Скорость, да? Скорость, да? Две функции. А что вот эти за красивые огоньки, которые горят красным, синим? Белым. Вот это что такое? Это пэды. Это получается как клавиши на клавиатуре, которые отвечают за те или иные функции. Например? Ну вот, есть сэмплер. Можно сюда вставить какие-нибудь звуки. Ты нажимаешь, и эти звуки воспроизводятся в режиме реального времени. А ты сделаешь красиво? Так, сейчас мне, надеюсь, Виталий поможет. Я сейчас свожу трек немножко занят. Нельзя просто отвлекать диджей, мне кажется. Да, ну это очень... Он слудит, слудит, что-то делает, делает. То есть диджей не любит, когда с ними разговаривают. Ну, поедите. Заработает, да? Да. Это отвлекает нас. Ты должен настроиться, да, услышать. Ну, я видел таких парней, которые, знаете, просто, типа, включают, да, и просто начинают. Вау! Не, ну, когда... Нас никто не отвлекает, ну, конечно, так это и делаем. Вот так максимально серьезно. Так, ты обещал мне показать, что это? Так, так сейчас, чтобы сделать, вот это да. Вот такой звук. Можно, например, сирену. Или еще здесь. мама я диджей научить научить путел хочу ну давай наглядно тебе покажу получается вот у нас играет правда тут что ты трогаешь это это штучка называется ключ она отвечает на скорость трек как печена печь печь отвечает за скорость трек а вот это же а это за сводку на этой нас вот а какая придет ну нужная самая скорость для ушей 28 ударов сердце конечно вспомнили фильм да ну слушай ну дай уходи уходи туда куда-нибудь я немножечко иду попробую так что я делаю повернись повернись тебя видели люди так бедность ох какая здесь атмосфера данный момент ты слышишь два трека так останавливаем то что наушники играет сейчас вот играет вот эта сторона левая ставим точку захватила и да так что мне нужно сделать сперва проверяешь скорость 1 скорость одинаковая как ждем момента квадрат одну я должен прося считать еще что-то да четыре удара то есть раз два три пробах ну и раз два три четыре раз два мы не салит а двое мы про базы вот именно для этого и нужно так вот я на ману своей школа диджейнга виталия записывайтесь на приемы номер вы не увидите на экране так надо я сам попробую что-то по делу смотри-ка осмотреть вроде вроде бы что-то типа должно было случиться но не получилось не получилось ну а вы дорогие друзья ни в коем случае не переключайтесь я свой обязательно это мастерство но буквально через пару минут смотрите пока рубрику всем привет это правовая среда и я мария маганова нередко люди узнают о том что в отношении них вынесен судебный приказ когда получают уведомления с портала госуслуги когда пристав исполнитель арестовал счета или из зарплаты начали удерживать задолженность что делать куда бежать сегодня разберемся как отменить судебный приказ и так по каким требованиям суд выносит приказ это задолженность за коммунальные услуги алименты кредитная задолженность до 500 тысяч налоги и другие бесспорные требования особенностью приказного производства является то что суд выносит судебный приказ в течение пяти дней с момента подачи заявления без вызова сторон через пять дней направляет копию приказа должнику последний в течение 10 дней должен направить свои возражения если возражения в суд не поступили суд передает судебный приказ высыскателю или сам направляет его судебным приставам если вы не получали судебный приказ и узнали о его вынесении когда он уже поступил к приставам не отчаивайтесь его можно отменить что нужно для этого сделать во первых нужно выяснить какой суд вынес судебный приказ дату вынесения приказа номер дела эту информацию можно посмотреть в постановлении о возбуждении исполнительного производства второй шаг письменно запросить в суде копию судебного приказа укажите чтобы вы получите его лично пересылка по почте лишь отнимет время при получении судебного акта обязательно зафиксируйте дату его вручения вам третий шаг ключевой составьте заявление об отмене судебного приказа в котором укажите что не согласны с суммой такой договор не заключали истек срок исковой давности проценты неустойка посчитана неверно и прочие возражения применительно к вашей ситуации важный момент в самом тексте заявления или отдельным ходатайством попросите восстановить срок для подачи возражений укажите что копию судебного приказа не получали и узнали о нем когда он поступил к приставу исполнителю укажите уважительные причины не получения судебного приказа проживание по другому адресу болезнь отпуск или командировка приложите подтверждающие документы чтобы не допустить списание денежных средств ограничений по письменно уведомьте пристава исполнителя о том что подали заявление об отмене судебного приказа если суд установит что вы действительно не получали копию судебного приказа и не могли его получить по уважительным причинам судебный приказ с большой вероятностью будет отменен при получении определения суда об отмене судебного приказа обязательно передайте его приставу попросите постановление о прекращении исполнительного производства судебный приказ можно отменить самостоятельно либо прибегнуть к помощи юриста знайте свои права и пользуйтесь имеющимися возможностями смотри-ка ну что хоть получается я могу даже скрыть но вот разного в эфире мы продолжаем погружаться именно в ремесло королей на ночи я напоминаю в гостях у на сегодня виталий андреев и с одном шаре с одного часа я впервые узнал сегодня твою фамилию я быстрее только диджей стриме ну слушайте ну что-то получается что-то полноту же уже 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 надо же делать подводить подводить квадраты как говорю до 4 до 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и так вот и вот он вот это зарождение нового диджей нового короля ночи чингиса и худаева как это называется когда не умею сводить парни кони как ты говорил за кадром да а что знать почему кони я ужасно сейчас что-то делаю я знаю извините 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 зрители извините парни я дам пока это с одному а мы с тобой немного побеседуем с одном сделай красиво красиво как то что значит кони виталий ну вот когда попал вот так туда идет такой звук как будто табун лошадей да я на свадьбе ну да народе это замечательно вообще слушатели и мужа без ну как бы имбирать уже ведет музыку именно такую ошибку это дано заметно сразу отвлекаются да да а как вообще свел то есть именно конечно не знаешь человек это не видит сужину дата задача диджея в первую очередь чтобы человек не понимал да что происходит как будто все одним тайком идет да вот как будто ее изначально типа вот эту музыку слепили и дают слушатели да точно а может что-то про фестиваль может какие-то приколюхи у нас о названиях не будем говорить фестиваль но все равно что-то существует у нас вообще к этому сообщество у нас диджейской да есть например байкал ломоц говорим мы не будем говорить о названиях но фестивале проводится да вы там играете парни он не больше все-таки нас на кубе интересно тебе больше там да да а вот этот молодой человек я просто знаю что любитель поехать куда эту природу на фестивале поиграть вот такую музыку он даже нас не слышит да все он 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 у себя конечно ему хорошо и попадая странская ай-яй-яй-яй-яй ну слушай ну виталий но сколько лет ты уже работаешь так в диджейнге я уже где-то лет десять десять лет и вот что за это время меняется что-то совершенствуется хотя в городе сильный толчок для города диджейнг в сфере диджейнг сильный толчок произошел как бы движение стоят на месте выгонсируют то есть сводки какие-то музыкальные инструменты дополнительные что значит музыкальный инструмент мы же видим вот да грубо говоря в нем все есть как ты мне рассказал и скрыть и нужно даже дополнить тем же самым синтезатором то есть у нас есть ребята которые могут и синтезаторе в это время да тогда мы не делаем крупные крупные фестивали министерство культуры между прочим я вот обращаюсь к вам зрителям зрители хотят видеть фестиваль электронной музыки я думаю меня поддержит ну слушай это 10 10 санок с одном а ты сколько лет играешь в диджейнге вообще меньше года стал стал вышел просто марки этого года только начал заниматься ну так скажем профессионально это стало моей профессии и как успехи вообще я считаю то что наверное неплохо но видите себе ну тогда скажи что главное для диджеев ну что что нужно человеку чтобы стать диджеем кроме вот этого стремления какой-то музыкальный вкус это все вырабатывается можно воспитать конечно можно воспитать себе диджеем виталий это правда или должна быть история как у тебя из детства по-разному здесь все таки бывает главное чтобы была любовь к музыке как это звучит красиво все таки главное то чтобы была любовь к музыке музыки и романтика но вы дорогие друзья ни в коем случае не переключайтесь впереди небольшая рубрика и продолжим далее мир гораздо интереснее чем он может показаться на первый взгляд даже самые обычные вещи и понятия иногда оказываются очень непростыми это интересный факт обо всем и вот вам порция интересностей на сегодня сегодня факты о крови и кровеносной системе человека общая протяженность кровеносных сосудов в теле среднестатистического взрослого человека достигает 100 тысяч километров это в два с половиной раз длиннее чем вся окружность земли по экватору разумеется главный орган кровеносной системы человека это сердце так вот в редчайших случаях сердце у человека бывает расположена не слева а справа были и случаи когда человек рождался с двумя сердцами но при остановке одного из них второе тоже останавливалась некоторые японские врачи полагают что группы крови оказывает влияние на характер человека но их исследование пока недостаточно подтверждены невесомость оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы на земле кровь приливает к ногам и качает наверх по телу но при отсутствии силы тяжести голове крови приливает больше чем нужно из-за чего у космонавтов часто болит голова лечение сердечно-сосудистой системы стало эффективнее после того как врачи научились делать операции на сердце а работать с бьющимся сердцем также сложно как ремонтировать работающие в это время автомобильный мотор это были интересные факты обо всем увидимся в новом утре у меня найдется еще пять удивительных историй для вас новое утро к сожалению подходит концу сегодня у нас гостях были виталий андреев и с одном саре ну или просто диджей стрима и диджей виталий смайл парни ну слушайте ну расскажите о каких-то планах все-таки чтобы хотелось диджеем чтобы это ремесо развивалась в бурятии во первых чтобы проводились фестивали крупные слушатели приходили и видели ну грубо говоря как это диджей это артист выступает я не спорю так и появляется как бы любители интересы идут кто-то хочет реально быть таким же человеком стать диджеем и играть на публику ударить эмоции да это же диджей как ты правильно сказал это артист он дарит эмоции дарит какие-то позитивную энергетику людям да музыка это же в первую очередь настроение человека и вот ты как считаешь что нужно были в бурятии может быть конкретно в ланды чтобы диджеев становилось можно нужно ли чтобы диджеев больше ну хотя бы просто чтобы на это обращали правильное внимание сложно ответить я думаю конечно хотелось бы чтобы становилось диджеев больше а тоже конкуренция на гармону тебе не ударит здорово конкуренция это хорошо неплохо мне хотелось бы больше ничего-то конкретного до хотят просто чтобы люди наверное образовывались в плане музыкальном чтобы расширяли свой кругозор слушали много разной музыки не только солнце в монако надоедая да так скажем хотелось бы чтобы люди узнавали больше новых из позитива понимаешь то что играется вот по радио они приходят в заведении и там услушит их дома сушь тоже сам на телефонах разнообразие как были в клубах то же самое вы даете разнообразие слушайте парни вам огромное спасибо за ваш труд ваше ремесло я прямо знаю вы этому отдаете очень много времени и я знаю что вы огромный профессионал своего дела я не ни в коем случае не говорю что кто-то где-то меньше меньше степени я в целом уважаю диджеев диджеев в нашем городе нашей республики я думаю у нас у вас большие планы на будущее они есть продолжать в том же духе мне как спасибо спасибо очень из вам огромное спасибо что сегодня к нам пришли может быть какой-то финальный аккорд и попрощаешься и далее ты умеешь вот это все как-то отбивать красиво отбить максимально очень быстренько очень быстренько ну что же она нам и мы дорогие друзья с вами прощаемся не забывайте смотреть каждый будь и новое утро в эфире поднимаем вам настроение а